Как выбрать зубную пасту? Маркетологи стараются изо всех сил и выводят на упаковке отличительные особенности продукта. Ультрасовременная формула, экстраочищенная, с микроочищающими кристаллами, натуральная. В чем разница между десятками видов зубных паст, если она есть? Состав зубной пасты. Роль этого гигиенического средства в удалении налета и предотвращении образования кариеса. Светлана уверена, что большинство зубных паст содержат, по существу, одни и те же ингредиенты, и считает, что очень немногие из них действительно не смогут выполнить эти две задачи. Зубная паста должна иметь два ключевых ингредиента, второй мягкий абразив, которые связывают вместе дополнительные составляющие загустители, подсластители, стабилизаторы и ароматизаторы. Состав зубной пасты. Абразивы выполняют одну роль – полировать зубы и высвобождать частицы пищи, попавшие между ними. Безусловно, количество абразива в тюбике ограничено, чтобы защитить зубную эмаль от эрозии. Чаще всего встречается гидротированный кремнизим, он наиболее эффективный. Но также производители в качестве абразивов используют пищевую соду, карбонат кальция, фосфат кальция, глинозем. Но наиболее важным компонентом зубной пасты является фтор. Его использование в средствах для чистки зубов способствовало значительному снижению заболеваемости зубов. Кариесом за последние 50 лет. Бактерии во рту питаются сахаром и крахмалом, которые остаются на зубах после еды. Фтор помогает защитить зубы от кислоты, которая выделяется во время этого процесса. Фтор укрепляет эмаль и снижает вероятность ее повреждения кислотой. А во-вторых, он может остановить повреждения, реминерализируя затронутые участки, которые начали разрушаться. Будьте внимательны и выбирайте проверенные авторитетные бренды производителей зубных паст. Многие дешевые пасты не содержат абсорбируемого фтоорида, который намного эффективнее действует в защите ваших зубов. Как выбрать зубную пасту? Вернемся к теме статьи. Ведь раз все пасты содержат одни и те же ингредиенты, как все-таки выбрать подходящую для себя? Представим основные сегменты продукции. Отбеливающая зубная паста или натуральная. Это самый популярный сегмент среди выборов средств по уходу за полостью рта. Многие потребители опасаются приобретать подобные зубные пасты из-за страха перед большим количеством абразивных веществ. Спешим вас успокоить, состав отбеливающих паст не намного сложнее, чем ингредиенты представителей других сегментов. Отбеливающие пасты, конечно же, не содержат отбеливателей. В их состав действительно входят абразивные вещества и химические соединения, которые эффективно полируют зубы и помогают бороться с пятнышками на поверхности зубов. Но если вы хотите по-настоящему результативное отбеливание, эффекта можно добиться только в стоматологической клинике на процедуре отбеливания зубов. И, несмотря на щадящий состав, отбеливающие пасты нельзя использовать чаще двух-трех раз в неделю, чтобы избежать повышенной чувствительности эмали. Зубная паста для чувствительных зубов Данный вид гигиены предназначен для блокировки дентиновых канальцев, которые могут стать открытыми при определенных заболеваниях десен и минимизации чувствительности при чистке. Пасты, выполняющие такую функцию, должны маркироваться на упаковке специализированной информацией. В состав обязательно должны входить соли калия, нитрат, хлорид, именно они блокируют передачу импульса, снижая чувствительность зубов. Обратите также внимание на индекс абразивности, ардией, он не должен превышать уровня 25. Но мы хотим предупредить, что это не лекарство и нельзя долгое время испытывать повышенную чувствительность зубов. Не обращаться к стоматологу, рассчитывая на помощь зубной пасты. Защита эмали — препятствие образованию зубного камня. Зачем втор в зубной пасте эмаль — это наружное покрытие зуба? Хотя она намного тверже внутреннего дентина, она истончается и повреждается со временем. Существует огромное количество продуктов, направленных на защиту эмали. Эмаль — это фтор. И когда вы чистите зубы фтор, содержащий зубной пастой, вы как будто одеваете на неё доспехи. Если вы обратите внимание на состав, то увидите, что фтор содержится практически во всех. А значит, каждая зубная паста защищает эмаль ваших зубов одинаково. Это же касается и камня. При регулярной чистке зубов и использовании правильной щётки большинство паст помогают сократить налёт на зубах. Но это не снимает необходимости регулярных посещений стоматолога для проведения профессиональной гигиены. В состав средств, защищающих от образования зубного камня, должен обязательно входить карбонат кальция, который является активным абразивным веществом и эффективно очищает зубы. Натуральная зубная паста Натуральная зубная паста сегодня стала модным употреблять всё натуральное. Отдавая дань трендам, производители вывели на рынок достаточно широкий ассортимент натуральных и травяных зубных паст. Обращаем внимание, что большинство из представленной продукции не содержит фтора, а значит не несёт совершенно никакой пользы для ваших зубов. Итак, главный совет – ищите зубную пасту, содержащую фтор. А дальше уже выбирайте по цене. Если вы все ещё сомневаетесь, приглашаем вас на бесплатную консультацию в нашу стоматологию. Врач проверит состояние вашей полости рта и поможет с выбором средств для ухода за зубами. Присоединяйтесь к сообществу. Будьте первыми, кто узнает, когда мы публикуем новый контент. Ваша поддержка поможет нам создавать ещё более классный контент. Нажмите на кнопку подписки, поставьте лайк этому видео и оставьте полезный комментарий. Ваша поддержка значит для нас многое. Удачного дня!